Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Морозова и вы на моём канале ЭКЛП Хатомская. Сегодня он 25 градусов, 28 февраля. Прохладно. Оп, там опять морда вся заизевелая. Поздравляю вас с последним днём календарной зимы. Ну, у нас это не последний день, у нас морозы будут ещё продолжаться. Ну, а у вас уже, у многих наступило тепло. Так что поздравляю вас с этим замечательным, погодным, природным чудом. И сна на пороге. Всё равно и у нас весна. Всё равно будет. Птички нам это поют каждый день. Ну, и солнышко блестит. Но сосна, правда, вон седая вся. От иния. Вот такая вот сосна. Вот такая красота. Мороз и солнце, день чудесный. А вот там меня шатает. Вот такое сено у нас. Я бы не сказала, что оно шибко паршивое. Вот эта серединка. Тут вот, видите, листочки даже есть. Кливерочек, тимофеевка. Всё как надо. Всё хорошее сенка. Так что, жаль, мало. Представляете, сейчас, вчера позвонила соседка и сказала, что сено у нас уже по 3000. Вот такие вот маленькие рулочки по 3000. Представляете себе? Отруби по 300 рублей. Зерно, пшеница, по-моему, по 15 рублей за килограмм. А отруби за мешок 300 рублей. Комбикорм я не покупаю. Я делаю сама. Ну, или покупаю дроблёнку. Если там вот чисто только дроблёнка. Бывает, что покупаю там пшеницу, ячмень, овёс, горох. Вот такую зерно-смесь я покупаю. Без всяких там добавок. Ой, у меня руки мёрзнут. Всё, я больше не могу. Не могу телефон держать. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Светлана Морозова. И вы со мной на моём канале Эклопаха Томская. Я пошла в магазин. Хочу вам сугробчики наши показать. Сейчас рядом встану, чтобы вы могли видеть. Ну вот. Как-то так. Выше меня. Я стою. Не присела. Вот, обещала вам показать сугробы наши. Вот такие вот. Это вот гора наша. С неё всё потечёт к нам. У нас самое низкое место. Наш участок. Раньше была канавка, где вода отходила. А сейчас сделали асфальтовую дорогу. Перекрыли канавку. Ну, если честно, мне придётся и мешки с песком там класть, и канавку рыть. Ну, через асфальт какую канавку можно сделать? Наверное, можно. Ну, во-первых, летом. Во-вторых, там какие-то железные решётки тогда надо укладывать. И вообще-то всё с разрешения администрации делается. Обращалась я, чтобы нам сделали дождевой отвод. А мне сказали, да в Москве нету такого ливневых канализаций. Вон все города в стране топят. А вы хотите, чтобы вам тут деревня кто-то чудо делал? Ну, вот. Спасение утопающих. Делай рук сами утопающих. Будем как-то сами тогда своими силами. Вот сейчас мне надо попасть вон туда. Там у нас супермаркеты, магазины всякие разные. Ольга написала мне целый список. Сейчас пойду. По списку всё куплю. Вот это у нас спуск. К речке. Сейчас через речку перейду. И быстренько на том берегу окажусь. Зимой это очень удобно сделать. Прошёлся немножко и ты на том берегу. А если летом, то это вон там в обход. Там мостик есть. Вот там можно пройти. Тут я смотрю, тоже стоит снеговик. Вот такой вот снеговик. Без лица и с одной рукой. Но зато с шевелюрой. Когда-то давно, ну, лет 10 тому назад, это было наше пазбище. Сейчас всё заросло кустарником. Попасть мы сюда не можем. Потому что мостик, который для коров бы разрушен, ремонтировать его нам своими силами невозможно. Вот здесь бы можно было пастись. Нашему стаду тут хватило бы за глаза. Ну, во-первых, несмотря на то, что эта земля по документам принадлежит нашему селу, жители вот этого вот северного парка об этом не знают. И у них здесь волейбольная площадка, футбольное поле. И там по краям цветочки растут. Ну, в общем, я думаю, что они будут возмущаться, если мы сюда с коровами как-то проникнем. Вот такие вот сосёночки успели вырасти здесь. А эта прибрежная зона, она застраиваться не будет. Вот такая полоса. Здесь нельзя ничего устроить. Поэтому пастись здесь можно было бы. И с козами, и с коровами. Ну, с козами-то запросто можно и сейчас. А вот с коровами вряд ли сюда не попасть никак с коровами. Только зимой. Ну, а зимой здесь делать нечего. Вот, смотрите. Вот когда-то здесь давно-давно колхоз кукурузу выращивал. Вон сосны. Вон уже какие большие. Они не посажены, они сами выросли. Собачка летит. Привет. Скажи что-нибудь зрителям. Кнопа её зовут. Сходила я в магазин. Набрала целый пакет продуктов. Не знаю, как люди таскают такие пакеты. А я сегодня без машины. Это вот ледяные скульптуры такие. Это рогоз во льду. Прям настоящий рогоз взяли и в лёд вморозили. С ёлки уже сняли все украшения. Ну, то есть это пихта. Дети лазят там. Это снегурочка такая. А вон там Дед Мороз. Сегодня 1 марта. Это как бы главная ёлка района. С неё сняли украшения. А вот вот там он, где детский городок, там все ёлки в этих гирляндах. Туда дальше тоже все ёлки в гирляндах. И вон там, где кедры. На кедрах тоже гирлянды. И вечером я смотрю через речку, их видно. Вот там вот есть промежуток между домами. И вот промежуток их видать. Сияют. Этот район очень богатый. Построила наша карьера управления. Ну и дома здесь. Квартиры здесь по 3 миллиона, а то и дороже. Вот так. Цены нехилые. Но и востребовано. Пустых домов нет. Сейчас буду идти мелкими перебежками, потому что мне тяжело. Сейчас подойдем. Там памятник есть. О, скульптура. Скульптура. Правильно сказать. Покажу вам ее. Узнаете, кто это? А? Вот ему пятку труд, похоже. Ну, удачу, наверное. Вся сияет. Бронза, наверное, это раз такой цвет. Похоже, металлический, да. А, да. Пусти. Думовой. С любовью. С добрым выражением лица. И левая рука прижата к сердцу. Вот такой домовой. А это кедры. Они посажены. На каждом кедре гирлянды и кормушки для птичек. всякие разные. Видимо, люди, жители этого микрорайона сами повесили эти кормушки уж кто во что гораст. И ходит, каждый свою кормушку насыпает. А вон там синичка только что вылетела. Так что поддерживают люди синичек. Ну, птичек. Вот специально я сюда шла к этому кедру. чтобы показать вам вот эти шишечки. Это урожай этого нынешнего 2021 года. Вот на такой высоте. Вот я стою, вот шишечки. Ну, естественно, они, может быть, созреют до молочной спелости. Их тут дети сорвут быстренько. Ну, а пока они маленькие, можете полюбоваться на них. Кедры привиты. Вон там выше я тоже вижу шишечки. Вот тут на привитых кедрах они молоденькие, на них такие шишечки есть. А так вообще в природе, если кедр такого возраста, то на нем шишечек нету. Только на привитых. то их достаточно много. Ну, камера их не покажет, конечно. Ну, а мне-то глазами видно. Каша, что ли, манная или кукурузная птичкам положено. Или что это такое, не знаю. И здесь тоже такое же что-то лежит. Только что отсюда синица вылетела, она тут клевала. вот такой вот северный парк. Он достаточно большой, там тоже дальше улица идет. Улица называется Марина Цветаевой, Пастернака, Анна Ахматовой. Вот такой поэтический район. Народ тут веселый и молодой в основном живет. ипотека, материнские капиталы, вот все такое. Сегодня я не взяла с собой собак. Пакет тяжелый у меня как там и везти. Да он еще моду взял отгрызает поводок разгрызает его пополам и бегать начинает, если привязать его где-то на улице. А Стаська с Мишкой под машины лезут. Вообще совершенно никаких тормозов нет. Поэтому я их не стала брать. Ну друзья, сколько шла, ни разу ни на одной парковке не видела ни одной русской машины. Сплошные иномарки. Значит народ тут богатенький живет. Вот так тут собачки гнают. Красавчик. Ты красавчик. Ты красавчик маленький. Хорошенький такой. тоже приду сюда со своими собаками, чтобы побегали. Всех троих возьму. Но только Стаська с Мишкой будут бегать, а Уктама придется на поводке водить. Потому что тут люди, 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 кругом люди. У меня была Алабаеха. И когда северный парк еще только строился, мы с ней ходили на речку гулять. Ну тогда народу почти не было. Я ее отпускала, она бегала. Но она была послушная. Она команду ко мне знала. Ну вообще девчонки они более послушные. Но с Уктамом я ничего сделать не могу. Команду ко мне он выполняет только дома. Когда он вырывается на свободу в лесу там еще где-то бесполезно. Ни за что его нельзя ко мне подозвать. Это я отдыхаю в том, что пакет тяжелый. Что-то я не рассчитала загрузилась. Ой-ой-ой. Не он сейчас преодолеть вот этот путь и все. И я дома. Отвыкла тяжести таскать. В юности то когда машины не было только и делали что и две сумки и рюкзак еще за спиной. И ездили нагружала нас и мама и бабушка туда везешь и обратно везешь. Вот такие были дела. А сейчас машина есть к хорошему уже быстро привыкаешь. Я такие грузы не таскаю из магазина. Дома-то таскаю, конечно. Ну, на короткое расстояние. Ну, ладно, ребят, пойду я домой. Буду кое-что готовить. Буду видео снимать. Но это в следующей серии. А пока всего вам доброго. Продолжение следует. Устала я. Собака соседская на крыше стоит. Как ты туда взлетаешь, а? В сугробу. Редактор субтитров